Деометрии группы. Ее написали Никулин и Шифаревич. Шифаревич такой известный. Никулин тоже очень хорошая математика, но невозможно, чтобы все были известными. Вот он меня диометрию в школе преподавал. Эта книга очень подробно объясняет, каким образом при изучении элементарной геометрии возникают другие объекты. На прошлой лекции я уже вам показал, как возникает ТОР, как возникает бутылка клейна, ленты Мёбиуса, цилиндр. Сейчас разберем такую важную штуку. Теорема Шаря. Очень простое, но важное предмет. Любое перемещение плоскости – это или параллельный перенос, или поворот, или скользящая вселенная. Давайте сразу напомним, что Т – преобразование, которое все точные плоскости сдвигает в одном и том же направлении на одну и ту же лучку. В координатах параллельный перенос записывается очень просто. Любая точка переходит вот в такую. А и В – конкретные числа, называют координаты вектора. Вот такая конструкция называется вектор. Очень часто критики математиков говорят так. Слушайте, вместо того, чтобы сказать «стрелочка», математики начинают объяснять, что вектор – это класс эквивалентности пар точек. Да, вы знаете, вектор – это класс эквивалентности пар точек. Что имеется в виду? Что если вы такую же стрелочку откладываете от другой точки, то на самом деле вот эти два вектора считаются один и тем же, в случае, когда эта фигура какая? Полно-грамм, конечно. То есть, вот этот вектор и этот вектор – это один и тот же вектор. Складывают вектор по какому правилу? Вот это есть вектор А, вот это – вектор В, то это будет что такое? Это А плюс В. Саме-зависимое правило треугольника. Иногда рисуют по-другому. Говорят, что вот у нас есть какой-то вектор А, у нас есть какой-то вектор В. Нарисуем в таком случае параллелограмму. И вот это будем называть суммой векторов А и В. Называется это правило параллелограммы. Ребята, все понимают, что на самом деле это картинкет, это одно и то же. Просто мы не нарисовали нижнюю часть, правильно? Вот если нарисовать здесь, то будет ровно то же самое. Итак, сумма векторов. Между прочим, есть такая форма. Если мы к точке с координатами Х применим вектор с координатами А, В, А к тому, что получится, применим вектор с координатами С, Д, то смотрите, что это будет. Значит, здесь у нас вид на С, то есть я в циск, на Д, то есть я в циск, на Д, то есть я в циск, на Д, то есть я в циск, композиция, это значит последовательное выполнение. Сначала выполнили один, потом выполнили другой. Композиция двух параллельных переносов, это параллельный перенос. По-моему, все понятно. Между прочим, про векторы иногда говорят, что вектор вдоль прямой. И когда вы будете учить физику, физики вам будут объяснять, что когда у вас сила действует вдоль прямой, то ни в коем случае нельзя просто так взять и скрыть параллельный. Вот когда у вас есть такой вектор, то вы имеете право отложить его в такой же длине, на этой прямой, но не имеете право отложить его здесь. Действительно, физики приходится использовать такое понятие тоже, потому что бывает ситуация, когда вы вычисляете, вот скажем, во всем этом при изучении вращаемого решения, вычисляете величину, который меняется, если изменить прямую в врача, который направлен в вектор. Но давайте я это поясню, проще всего там, где есть стул. Согласитесь, что я без особых усилий одним пальцем его сейчас держу. Денький. Отлично. А теперь представьте себе, я не буду это даже пытаться делать, но тем не менее, представьте себе, что я попытаюсь этот самый стул держать вот за это место, чтобы он был... Но без этого... Что будет тогда? Он падет и забьется. Понимаете? Для каких-то? Не буду я это доказывать, любой из нас прекрасно знает. Смотрите, очень важно, очень важно, проходит ли сила, которую я прикладываю к стулу, через центр тяжести или нет. Физики это все изучают, понятия специальные, там, момент силы и так далее. Не буду сейчас говорить, меня сейчас интересуют вовсе не такие вот векторы, которые вдоль примен, а настоящий математический вектор. Можно откладывать от любой точки, и у него на самом деле есть только две кардиналы, но естественно на мусульство. В пространстве три кардинала, да? В пространстве это абсцисс, ордината и аппликатор. На косвисте только две.